Сказки Деда Апони, серию анимационных фильмов под таким названием, намерены снять пермские мультипликаторы. Они уже приступили к работе. Это будут несколько историй, созданных по сказам коренных народов при Каме, свяжет которые воедино дед-рассказчик. Этот персонаж появился в пермской мультипликации еще в 80-е годы. Современные художники намерены его воссоздать и вернуть на экран. Репортаж Юлии Зыковой. Зовут меня Опонь. Не слыхали Поди? Этого персонажа в начале 80-х создали художники студии Перм Телефильм. Тогда авторский коллектив впервые начал производство мультфильмов на основе местного прикамского фольклора. Первой стала анимационная лента «Поти и потиха» о дружной супружеской паре, которая вместе преодолевает любые трудности. Затем были сюжеты о героях коми-пермятского эпоса «Кудым-оша» и «Пере-богатыре». Во всех лентах центральный персонаж – рассказчик Дед Апонь. Пермские мультфильмы показывали и в Советском Союзе, и за рубежом. Ценились они своей музыкальностью, своей какой-то вот, не то чтобы наивностью, но душевной какой-то теплотой. Мне хочется сохранить вот эту душу какую-то, да, ну и кто лучше всего для этого подходит? Конечно, вот наш этот Дед. Дед Апонь скоро будет воссоздан современными мультипликаторами. Так он выглядит сейчас. Кукла еще будет доработана, но скелет Дедушки, точнее каркас, надежен и прочен. Персонаж сможет даже танцевать. И, конечно, расскажет зрителям несколько новых историй, которые раньше никогда не звучали с экрана. Это будет русская, удмуртская, татарская и башкирская сказки. Над их воплощением работает команда художников пермской студии «Анимашка». Сейчас они рисуют персонажей одной из коми-пермятских легенд. Все сказки создадут на местном фольклорном материале. Например, меня вот в детстве родители, ну, мама, в частности, пугала бесхвостым теленком и безголовым волком. Это Быштэм Кюнян и Чертэм Киён. То есть, если солнце село, значит, эти персонажи появляются и детей к себе утаскивают. И было страшно. И вот на этом можно как-то завязать, да, историю какую-то. Еще одна цель этого проекта – объединить несколько поколений пермских мультипликаторов. Олеся Асхатова разыскала некоторых бывших сотрудников Перм-телефильма. Художник Людмила Ольшевская принесла в студию сохранившихся у нее кукольных персонажей нескольких пермских лент и подключилась к работе над новыми сказками деда Апони. Мне стало очень интересно, как бы все вот всколыхнулось, вспомнилось. Ну и я, ну так подумала, вот, а может быть, я чем-то им смогу помочь. В студии уже готов и отдельный мультстанок. Съемочный процесс начнется в июле. Привлекать к работе здесь готовы и совсем юных художников, которые хотят научиться искусству анимации. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.